В первый день общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию страны на участки пришли первые лица Твери. Своё отношение к вносимому в основной закон поправкам высказал председатель городской думы Евгений Пичуев. Глава муниципального парламента пообщался со съёмочной группой нашего телеканала и поделился своими впечатлениями от первого дня голосования. Дабы высказать своё мнение по вопросу вносимых в Конституцию страны изменений, председатель Тверской городской думы Евгений Пичуев пришёл на участок, организованный в областном доме народного творчества. Здесь, как и на любом другом участке, особое внимание к мерам санитарно-эпидемиологической безопасности. Они, по мнению Евгения Пичуева, на всех участках Твери отвечают самым высоким требованиям. Между голосующими соблюдается социальная дистанция. На входе каждому из них измеряют температуру, выдают средства индивидуальной защиты и одноразовые ручки. Подготовка участков также контролировалась депутатами думы тоже. Мы встречались и с председателем областной комиссии Дроновой. И мы считаем, что достаточная подготовка и санитарная подготовка. Как отметил председатель муниципального парламента, перед ним вопроса, стоит ли идти голосовать, не стояло. Общероссийское голосование – важнейшее для нашей страны событие, которое определит вектор её развития на долгие годы, считает Евгений Пичуев. А потому долг каждого жителя Тверской области – принять участие в голосовании. Будет это представитель городского парламента или обычный горожанин. Это важно, потому что мы живем в нашей стране, нам не должно быть всё равно, как мы дальше будем развиваться, в каком направлении. Поэтому надо прийти и высказать своё мнение по принятию или не принятию новой редакции Конституции. Также Евгений Пичуев отметил достаточно высокую активность веретян в этом голосовании. Уже в первый день на участках достаточно многолюдно, где-то даже собираются длинные очереди. Напомним, общероссийское голосование по вопросу одобрения по праву Конституции страны продолжится вплоть до 1 июля.